Начало второго в Кирове. Всем здравствуйте. Меня зовут Владимир Смиталин. Мой собеседник Григорий Сайфулин, руководитель Центра демографии, репродуктивистики, изучения вопросов семей Вятского госуниверситета, член региональной общественной палаты, президент благотворительного молодежного общественного фонда Вятский фонд Александра Невского. Все верно? Все верно. Да, добрый день, Григорий. Добрый день. Да, но еще и к тому же участник молодежного форума ИВЛГ-2017, который недавно завершился в Самарской области. В первую очередь, конечно, о вашем участии в данном мероприятии поговорим. Ну, о деятельности фонда тоже хотелось бы сказать, да, о деятельности Центра демографии, который вы возглавляете, но это чуть позже. Все-таки начну с фонда. Я следил за тем, что вы делаете там, ну, в ленте новостей, да, ведь это все просачивается в соцсетях. Интенсив семинар «Любовь – это». Вот вы там широко освещали очень. Давайте рассказывайте сначала с этого, начнем вот с конкретного, да, проекта, а потом уже с других целей, с которыми посетили молодежный форум. Четыре года назад мы начали развивать проект «Школа женихов и невест». Это формат, когда… Это фонд Александра Невского, да? Фонд Александра Невского, последствия Ассоциации молодой семьи Вятки, наши друзья, молодые семьи Вятки. Смысл проекта заключался в том, чтобы молодые семьи, которые уже прошли некоторые постановления, но пока еще молодые, они могли пообщаться с пока еще не семейными ребятами, но мечтающими создать счастливую семью один раз на всю жизнь, вот этим вопросом подготовки к семейной жизни. Вопросы там были очень многие. Как где найти свою вторую половинку? Как лечить влюбленность от любви? Интимное отношение до брака полезно, не полезно? Мы даже такие вопросы обсуждаем. Мы очень глубоко эти вопросы все изучаем, прорабатываем, с ребятами обсуждаем. И заканчивая даже вопросом, как организовать свадьбу мечты за один месяц при нормальном бюджете. Цикл семинаров был рассчитан на три месяца, один раз в неделю, на десять занятий. И мы очень долго думали, как сделать так, чтобы этот проект можно было масштабировать в другие регионы. Мы делали разные попытки обучения ведущих в других регионах, но в итоге мы пришли к мнению, что гораздо эффективнее будет, изменив несколько программ, убрав оттуда некоторые лекционные части, перевести в формат тетради методических. Мы сделали максимально практикоориентированный курс на 8 часов. То есть самое главное, самое ценное мы собрали в интенсив курс 8-часовой, назвали его «Любовь в это», потому что у нас в цикле подразумеваются еще два семинара. «Семья» — это для молодых семей, «Счастье» — это для молодых родителей впоследствии. И пробовали, цикл семинары проводили в Кирской области, Нижегородской области и Мордовии. Семинар... Прям приезжали? Прям приезжали на место, да, и для организованной площадки уже наши партнеры их организовывали, этих молодых людей. Мы проводили вот такой интенсивный семинар. Восемь часов подряд, соответственно, да? Восемь часов в среднем. Получалось примерно с девяти часов утра до семнадцати часов вечера. Семинар вызвал очень большой интерес. Там очень много разных игр, упражнений, проигрываний с ситуацией, дискуссий оживленных. И в итоге мы решили, наконец-то, спустя три года после приглашения на форум «Еволга» провести подобные семинары уже на этом окружном большом форуме. За прошедший форум пришло у нас участников 137 человек. Это было два цикла, то есть по три дня, по два часа мы разбили. Даже еще выделили по два часа три цикла. Мы планировали один семинар провести, но пришло по желанию, мы сделали второй. В итоге очень много поступило таких хороших, интересных от ребят предложений. Развитие этого проекта в других регионах. И сейчас мы планируем провести подобные интенсив-курсы в семи регионах Привожа. То есть увидели на вас, посмотрели, решили, почему бы этих ребят не пригласить. У них ничего подобного нет. Формата, вот именно в таком ключе, когда носители живого опыта, не просто люди, которые прочитали книжки, не просто психологи, но подготовленные, в том числе психологически, педагогически молодые семьи ведут такие занятия оживленные. К сожалению, в России пока и сейчас нет. И мы рады тому, что есть такой отклик, рады делиться и готовы участвовать в развитии подобных проектов в других регионах нашей страны. Ну, занятия непосредственно вы проводите, еще ваши коллеги. У нас есть три пары. Ну, вы как обладатель семейного опыта. Ну, пока еще не такой большой опыт, у нас всего лишь 6 лет семейной жизни. Все проблемы. У нас есть три пары ведущих в Вятке. В последнее время больше всего провожу занятия сейчас я. А что ведет вот этих людей, ваших коллег, к тому, чтобы рассказывать, делиться опытом? Какие внутренние чувства, взрослые? Именно у ведущих? Да. Все очень просто. У ведущих этого проекта, если можно так говорить. Все очень просто. Мы для себя тоже обсуждали с коллегами эти вопросы. Есть три серьезные аспекта мотивации. Первая мотивация. Нам хотелось бы делиться тем, что мы имеем сами. Такая форма, может быть, даже благодарности, а частью за то, что мы имеем сами. Во-вторых, сама по себе подготовка к занятию подразумевает очень большую и серьезную подготовительную работу. Нужно очень много литературу изучить, чтобы вести занятия, не ориентируясь на свой субъективный опыт, но при этом как-то объективизируя... А что это литература? Ну, допустим, в нашей семейной библиотеке сейчас порядка 220 книг по семейной педагогике, психологии, антропологии, медицинской литературы и многих других, которые мы изучаем и стараемся покрупиться на самые интересные факты, какие-то аргументы, истории и их привнести в наши семинары. Кроме того, ребята, у нас есть такое правило среди ведущих, что мы не говорим о том, что они прожили на своем личном опыте, потому что это, во-первых, чувствуется всегда участниками, во-вторых, ну, наверное, неправильно призывать к чему-то, молодежи, говорить о чем-то, если ты сам этому не соответствуешь. Поэтому это такая хорошая тоже мотивация в своей семейной жизни, ну, как бы стараться отношения улучшать, работать над своими недостатками и вот как-то развиваться в этом плече. Ну и третье... Простите, вот хочу уточнить сразу... Давайте. Для вас какой термин больше всего подходит, если вы понимаете, все-таки вы призываете, да, к семейным отношениям, не все-таки пропагандируете? Есть небольшая разница, на мой взгляд, и слово пропаганда у нас в последнее время, как-то, такой окрас, да, в том, что негативный приобрет. Скорее всего, даже третий термин. Мы рассказываем ребятам, почему любовь настоящая, она рождается в семье, как этого достичь и благодаря вот этому достижению постичь человеческое счастье. Мы разбираем, может быть, некоторые даже стереотипы, касаемые семейной жизни. Выводы ребята делают сами. Мы рассказываем о том, что есть в нашей семье и в других семьях, семьях-долгожителей, в которых мы общаемся, там, люди после 50-60 лет. В браке, которых, знаете, глаза счастьем горят. Мы рассказываем о таких людях, об их секретах, вот этой семейной жизни, в современных условиях. И просто ребятам, как бы, даем возможность выбора. Вот, смотрите, если вы хотите, как они, то же самое, что, то вот по их же мнению нужно сделать вот это, вот это и вот это. Но ребята делают выводы сами. Хотя... Нет никакой разнарядки, чтобы ребята пришли на эти занятия, они добровольно приходят, участвуют активно в этих дискуссиях во всех, потому что у них у всех молодых людей, с которыми я общался, в том числе по свидетельности педагогической в университете, у всех из них есть желание быть любимыми и по-настоящему любить. И просто вот мы разбираем, как этого достичь. Что за ребята, девушки, молодые люди именно в рамках «Хриволки» пришли к вам на занятия и, возможно, есть какое-то отличие их мировоззрения. Представители других, в том числе регионов, да, были? Конечно, конечно. Ваши ощущения от общения с ними? Ощущения очень хорошие. Ребята очень глубокие, очень интересующиеся и они в целом готовы к изменениям. Пока еще некоторые изменениям может быть в чем-то неположительный опыт отношений предыдущих. И многие устали от одиночества. Многие хотят серьезных отношений, создания семьи в таком ключе, чтобы не пришлось разводиться и не мучиться в отношениях, а постичь человеческое счастье. Ребята были примерно, ну так посчитали, из девяти регионов Приволжья. Это участники четырех смен. Поколение добра, политика, Малая Родина, Патриот. В рамках смены, в основном, хотя были ребята других смен. Немало было ребят, порядка где-то пятнадцати, которые случайно проходили мимо шатрак, где мы общались с ребятами, обсуждали, к нам присоединились по итогам этого общения. Конечно, примерно на две трети это были девушки. То есть все-таки девушки у нас больше одиночества не испытывают, да? Девушки, может быть, они серьезно к этому относятся отчасти. Может быть, им легче было прийти на такое дело все-таки, мне кажется, мужчине. Чаще проще с ним с собой поговорить в чем-то, обдумать, чем с кем-то обсуждать какие-то свои личные вопросы. А это накладывают какие-то свои, отпечаток какой-то свой, накладывают этот специфик, когда на занятиях девушек больше, чем у вас? Конечно, накладывают, потому что у нас в программе запланированы некоторые парные упражнения, там, на доверие, на коммуникацию, на общение. Мы проигрываем многие ситуации, там, даже первое знакомство. У нас, допустим, есть такое упражнение, как узнать человека за одну минуту. И ребята разбиваются на пары, общаются, и вот за это время нужно выпадать какие-то цели. Это только вопросы, или как можно потрогать друг друга? Вопросы, конечно, обсуждения. Вопрос участвовал, чтобы узнать ценности человека, жизненные ценности, чтобы дальше уже продолжить обсуждение, но понимая, что для него важнее всего в жизни. Конечно, откладывают всю специфику, но в целом аудитория позволяла работать без такой причины. Давайте сейчас приберемся на небольшую паузу, буквально полминуты, и мы продолжим. Я напомню, что я беседую с Григорием Сайфулиным, руководителем Центра демографии, репродуктивистики, изучения вопросов семьи ВИАТГУ, членом региональной общественной палаты, президент благотворительного молодежного общественного фонда ВИАТСКИЙ фонд Александра Невского. Скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу, и мы, на самом деле, очень важные вопросы затрагиваем, конечно, семьи, отношения между мужчиной и женщиной, воспитания, появления детей и так далее. Вот сейчас я в перерыве спросил Григория о том, а как на его взгляд больше ли сейчас среди молодых людей тех, кто традиционно глядит на семью, смотрит на семью, либо их уже как-то вот меньшинство, и все эти понятия, в том числе связанные с семьей, разрушаются. Не все так плохо вы сказали? Я считаю, что... Ну, это я вернее сказал, перефразировал ваш ответ, да. Пока не все так плохо, просто некоторые ребята молодые, вот, может быть, даже их очень много сейчас людей, которые считают, ну, знаете, такие, ну, некоторые намыленные стереотипы, ну, современная молодежь сейчас навеяна информационной средой современной, таким потребительским обществом, многие, как бы, считают, что, скажем, ну, вот, первый вопрос, полезно ли сожительство для создания семьи? Многие люди считают... Теоретический язык, а так... Гражданский брак, у нас, наверное, придется говорить как-то... В бытовом ощущении, да, но в позиции закона все-таки это сожительство, это не гражданский брак, не зарегистрированный орган на запись, а кто в гражданского состояния. Или второй вопрос, ребята считают, когда создавать семью, стоит, там, после 35 лет, когда уже, там, получили высшее образование, есть стабильная работа, квартиру заработали, или, может быть, скажем, это раньше. Ну, существует это нестабильная работа? Ну, у молодежи некоторые настроения такие есть. И, допустим, третий вариант, если не получилось добиться хороших отношений сразу в первом браке, может быть, стоит второй брак создавать, третий или последующий, то есть искать счастье с другим человеком. Ну, вот эти вопросы мы с ребятами тоже обсуждаем. И звучат оценки разные, собственно, да? По поводу. В обсуждении разные стороны задействованы, но вы к какому-то единственному потом знаменателю приходите? Или все-таки вот то, о чем вы сказали, каждый делает вывод сам? Вы ни на чем не настаиваете. У нас вообще проще, наверное, один раз поучаствовать, чем сейчас перерассказываю, саму суть. Но у нас есть ряд упражнений, когда мы с ребятами, у нас есть семейная пара, которым интересно поучаствовать. Мы, допустим, с ребятами обсуждаем качество подлинной мужественности, подлинной женственности. Есть у нас такой блок небольшой в самом начале. И мы записываем вместе на единую лист лишь то, с чем согласна вся аудитория. Это 20 человек, на Ивлоге было 57 человек, второй раз было 79 человек, самый большой наш опыт аудитории. Мы записываем то, что всех устраивает, никто не против. Но, с другой стороны, каждый из участников делает для себя личные выводы, написывает, дополняет, с чем-то согласен или не согласен дополнительным ключом. Но мы стараемся прийти к общему знаменателю, потому что, на наш взгляд, это правильнее в позиции некоторой объективности. А для семейной пары, кстати, я тоже некое испытаю участие в таких мероприятиях. То есть поделиться своим опытом, проверить отношения. Возможно, в процессе этого общения выясняется, что мы не слишком-то со своей второй половиной схожи. Да, это тоже есть. Но вообще, мне кажется, что просто важно быть честным. Важно быть честным и стараться не переукрасить себе свои отношения, а честным делиться некоторой проблемой. Ну, допустим, конфликт есть в любой семье. Какая бы она ни была там идеальна, просто все по-разному выходят из этих конфликтов. Кто-то готов развестись, а у кого-то слова «развод» вообще не существует. Или относятся к семье как к подводной лодке, с которой уже не сойти, а нужно договариваться, учиться как-то уважать друг друга и стремиться сохранить отношения. Безусловно, сложно бывает делиться личным опытом, просто потому, что не хотелось бы все это, знаете, так вот наружу выплескивать отчасти. Но нам сейчас легче в том плане, что мы делим сейчас даже не своим опытом, а честно говоря, что вот если у нас вот такие коллеги наши, там, друзья, наши знакомые, это не так считают. Если есть там люди, которые прожили 60 лет у нас летописиотской семьи, а в любом деле сто из таких семей собрано, они вот так считают, ну и так далее. В чем еще Ваша миссия заключалась именно на форуме? Помимо проведения... Иволга, да, в 2017 году. Любовь в этом, на Иволге я участвовал в большей степени как эксперт конвейера проектов на окружном и федеральном этапе. То, что ли наше не пугает, из конвейера проектов, это уже звучало в эфире наше словосочетание. Мы не первый раз уже посвящаем программы форуму Иволга. Так, можно поподробнее об этой работе? Вы внутренние куклы знаете? Ну, если так, немножко предыстория. Форум Иволга – единственный форум в России молодежный, попасть на который можно лишь подав проектную заявку, то есть ее проектную идею, либо описание существующего проекта и планов по его развитию. Всего в этом году таких проектных заявок подано было почти 12 тысяч заявок. На форум прошло 1527. Проекта в 2014 регионах в Привожье. Задача экспертов на окружном этапе заключалась в том, чтобы, такой предварительный этап после регионального отбора, заключалась в том, чтобы из этих полутора тысяч заявок отобрать 20% наиболее сильных для последующей защиты. Ну, причем 20% наиболее, 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 наиболее. Это смене по 7 проектов. Первый, то есть 5 проектов – это с грантовой поддержкой финансовой, один на 300, два на 200, два на 150, и два проекта, как поощрительный приз, поездка в звездный городок в Московскую область. Ну, понятно, для вас, собственно, для работоспособности системы именно вот такая градация. Подождите, вы на региональном уровне отсеивали? Я участвовал на региональном, на гражданном, на федеральном этих этапах. Как оцениваете качество тех работ, тех идей, которые поступали? Ну, они ведь абсолютно все разные. Абсолютно все разные. Ну, я просто одну цифру назову. В рамках той смены, в которой я работал, в смене «Поколение добра» было 210 проектов. 210 проектов, из них мы отобрали 7, составил экспертное жюри. Я считаю, что в целом, в общем, обрадует то, что очень много ребят с добрым сердцем и с хорошими идеями, направлено на улучшение жизни людей, которые их окружают. Это дети-сироты, это дети с ограниченными возможностями, это престарелые люди, это развитие добровольческих организаций у себя в регионах и так далее. Но в целом можно сказать о том, что очень много проектов служивают, может, даже две трети проектов служивают дополнительной проработки, внимательно, потому что часто это просто были проектные идеи, пока еще не живые проекты. Их большинство? Их большинство. Так, что примерно две трети. То есть ребята, которые чем-то занимались раньше, на Ивлогу приехали с проектными какими-то подходами, идеями, пока еще даже не проведя какую-то верительную работу себя на месте. Так, возвращаясь к тем, кто заинтересовался вашей деятельностью, когда вы, собственно, в другие-то регионы уже пойдете работать? Ну, в трех регионах мы уже системно работаем сейчас. Этим летом планируем сейчас переговоры ведем с Атарстаном и с Московской областью. И с сентября планируем начать активные поездки такие в тех регионах, где это будет наиболее заинтересованность. То есть вы все-таки будете ездить, сами этим заниматься, или это некая франшиза как-то будет? Подход очень простой. Мы находим партнера в регионе, который готов организовать площадку, заняться привлечением целевой аудитории. Мы приезжаем на место, проводим вот такой интенсив курс, попутно проводим еще у нас другой формат уроки семьи с участием педагогов, специалистов по работе с молодежью, социальных работников. То есть это уроки семьи для школьников, для студентов, для организованных групп. Мы проводим, педагоги смотрят, как это проводится, передаем им методические рекомендации с целью того, чтобы они в дальнейшем сами проводили подобные занятия. А интенсив курс мы отодвигаем немножко дальше, в том плане, что если среди тех ведущих, работников социальных, молодых семей появятся желающие для более системной работы, мы планируем, готовы передавать им эту технологию нашу, сценарии некоторые, подходы к работе, чтобы они уже самостоятельно и эти курсы провели себя на территории в дальнейшем. А кстати, что мы все за пределы этого области выходим? В районах нашего региона, наш регион Ромин, вы представлены каким-то образом, то есть внутри вот развиваться? Полтора года назад уроки семьи проводились в 28 муниципальных образований, в Терресской области были как специалисты, которыми мы занимались. Сейчас мы технологию доработали, и для некоторых районов отправляем доработанные материалы. И каких вы думаете? Ну вот, допустим, недавно мы проводили интенсив курсы и уроки в Амутнинском районе, в Афанасьевском районе, у нас последний такой опыт был. До этого мы проводили в Куменском районе, Кельменском районе, ну и ряда других. Это заинтересовало? Это заинтересовало коллег, заинтересовало молодежь на месте, но все равно это требует большой такой работы. И не каждый специалист по работе с молодежью, по которому очень много функций, дополнительных муниципальных нагрушений, он готов этим заниматься системно. Вот наша задача хотя бы формат подготовки методической, подготовить за них, и потом передать уже в таком простом варианте, чтобы они просто провели эти занятия. Здесь, Кирилл, у вас какие планы? Куда в дальнейшем развиваться хотите? Это же школа женихов и невест, то есть какие-то, возможно, новые направления, новые аспекты будете включать? Ну вот точно так же. Тут есть три аспекта. Первый аспект – уроки семьи. Мы их планируем проводить в большом количестве аудитории. Это школы, гимназии, где нас уже приглашали. Мы планируем сентября активно начать в опорном университете. В первую очередь на развитую техническую группу мы планируем проводить вот такие занятия в массовом ключе. Как это они будут организованы? Во внеурочное время? Во внеурочное время. В классе, в аудитории? Да. Вы собираетесь? Мы собираем ребят. Собираем ребят. Есть там классные часы у школьников, у студентов. Это бывают факультативные занятия, связанные с разными аспектами. Там бывают организационные занятия в начале года, которые как раз можно этим занять. Есть пожелания, ребята собираются, особенно по направлению педагогики, психологии, социальная работа. Для них это интересно в формате вообще взаимодействия с аудиторией. То есть у них такое открытое занятие это происходит. Мы проводим такие занятия. Уроки семьи. Это полтора часа, игровая форма. Там какие основные посылы? Там основные посылы заключаются в том, чтобы разобрать некоторые ключевые вопросы в семейной жизни, некоторые стереотипы разобрать в такие наиболее существенные молодежные средства. Кто главный в семье? Кто глава в семье? Кто должен зарабатывать? Совершенно верно. Совершенно верно. Много детей хорошо это или плохо. Кто за хозяйством должен следить и так далее. Вот основные такие аспекты мы разбираем с ребятами. Но задача урока в семье, это два часа всего. Это такой формат организационный. То есть организованная аудитория. Здесь сложно какие-то ценности изменить у молодежи. Задача их заключается в том, чтобы ребят побудить их к самостоятельному поиску по этим вопросам в дальнейшем и пригласить их к участию в интенсив-курсе. По нашему опыту порядка 56% желающих появляются после этого урока всего оперативно интенсив-курса. Интенсив-курс это форматы в 8 часов. Это обычно выходной день, где вот как раз таких больше форматов не игр и обсуждений, а больше таких тренинговых каких-то моментов, проигрывания ситуации. Вот это будет параллельный формат. Мы планируем проводить его примерно раз в месяц-полтора, в зависимости от наших возможностей. Сейчас с осенью мы планируем это начать активно в городе и положить уже любых других участников. В 56% решаются сделать следующий шаг, но интенсив-курс уже прийти. Все-таки не обидно, половина получается, по большому счету все-таки отселивается. Уроки семьи это формат, где мы приходим к разорганизованной группе. То есть это ребята, не которых мы пригласили, они пришли, а ребята, которые просто есть, что мы говорим, класс, пришли в эту аудиторию и мы без них заинтересовались дальше. 56% я считаю, что это неплохо. Неплохо. Еще одно направление, да, это ставится? Второе, это просто интенсив-курсы. И третье сейчас для нас в сентябре этого года мы планируем на базе опорного университета провести большой межоригинальный форум совместно с фондом Андрея Пирозванного из города Москва, который был посещен как раз технологиями, практиками семейного просвещения молодежи. Мы планируем пригласить больших экспертов в этой области. Это демографы, социологи, специалисты по информационной работе, педагогики. И планируем, подобно нашим проектам, во-первых, развить в нашей области и в соседних регионах, с одной стороны, с другой стороны, разработать проектные идеи, которые в дальнейшем сможем будет реализовывать уже на территории Кировской области. Серьезные люди, я так понимаю, приезжают. Не будет ли это слишком тяжеловесно, тяжело для восприятия? Мы ищем людей-практиков, в первую очередь, чтобы эти люди могли сложные научные термины переложить простым языком. И самое главное даже не столько проблематику покрутить, сколько дать посыл, что делать для решения тех или иных проблем. Ну, допустим, что делать для того, чтобы повысить рождаемость? Что делать для того, чтобы меньше было сиротства? То есть брошенных детей? Что делать для того, чтобы браки молодых семей, они были крепкие, и люди не разводились по итогам двух-трех лет семейной жизни? Как и сейчас происходит в массовом порядке, к сожалению. Сейчас по современной статистике у нас количество браков и разводов, оно примерно одинаково, в общем, на 5-4, 5-7 процентов в среднем. Но проблема в том, что очень многие браки, они сейчас в скрытой форме находятся, то есть сожительство распространяется, они находят статистику общую, абсолютно число браков, оно падает, потому что число сожительства. А сожительства, они не ориентированы на создание семьи во многом, в большинстве своем. И в большинстве своем не ориентированы на рождение детей. Откуда у вас такие данные, что они ориентированы? Ну вот вроде как часто бывает, ну поживем, притеремся, посмотрим, подходим ли мы друг к другу, 20, подошли, поживали, все нормально. Самый, может быть, яркий факт, по итогам переписи населения, сертификой переписи населения, 60-го года, последней в России, на 400 тысяч замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Это говорит о том, что в таких вот союзах женщины считают, что это семья, а мужчина так не считает. И при первых трудностях, бытовых, моральных, психологических, мужчина готов за чемодан и уйти. Это распространено. Более глубоко эту проблематику изучал, учитывая наши коллеги из МГУ, кафедра социологии синих демографии, допустим, доктор социологических наук, Антон Рависович Синельников, 15-го, выучивая диссертацию по этой теме, на больших массивах данных, на протяжении 25 лет последних он изучил и доказал следующие постулаты. Первое. Каждый последующий брак будет менее крепким, чем предыдущий. Он изучил и доказал это статистики. На научном языке, на основе большой статистики он это доказал. Второе. Он доказал, что сожительство не ориентировано на рождение детей в большинстве своем, именно на создание семьи и он называет это квазисемейными отношениями, которые, как правило, разрушаются в течение одного-трех лет такого союза. Это статистика? Это статистика. Это статистика и исследование. Ну и, допустим, третье. Он доказал, что если сожительство возникает, беременность наступает, которое ни одно даже средство контрацепции не защищает, на любом случае, как правило, завершается аборт. А аборт – это не только гибель ребенка, уже зачатого, это еще и трагедия для этих людей, для мамы это большой гормональный срыв. И, допустим, даже в нашей Кировской области есть рост онкологии сейчас. В плане России есть очень серьезная динамика по росту. Именно из-за этого вмешательства? Сейчас я поясню. В росте всей онкологии по России сейчас одна из наибольших тенденций по динамике развития занимает рост онкологии по женским органам. Это рак груди и рак матки. В анамнезе у большинства этих женщин, к сожалению, ранее прерыванные беременности. Это объясняется очень просто. Организм, значит, настраивается на рождение ребенка. Перестройка организма происходит очень серьезно. И вдруг гормональный срыв, прерывание беременности. И это все сказывается в дальнейшем датильной болезни. И в итоге смертность от абортов, она говорит на существенную. Сынему учтем этот фактор последующих заболеваний. Ну и точно так же проблема бесплодия. Очень много бесплодия последующего, как раз, из-за ранних сделанных. Вот эта информация вы выдается людям, которые приходят на занятия? Мы обсуждаем аспекты в некотором таком позитивном случае. Или так уж, не давите. Есть темы, когда у ребят возникает интерес, и эти темы тоже проговариваем, разбираем очень детально. Но в целом наша задача ориентироваться на другом. Наша задача создать такие положительные посылы, для того, чтобы ребята хотели работать над собой, над отношениями. И если мы создали семью, то бороться за семейное счастье, преодолевая трудности любого рода, для того, чтобы достичь настоящей любви. А вы ведете, кстати, к статистику, да, по статистике Ребилу, ведете статистику? Сколько вы девушек, молодых людей так вот уже объединили в нормальный брак? Ну, честно говоря, мы статистику ведем неполноценно в этом случае, потому что есть, получается, в других регионах, мы их не учитываем совсем, число участников. Но по нашим данным, которые нам известны, из участников курса за четыре года создалась недавно 34-я семья в конце мая. И в начале июня родился 14-й малыш. Ах ты, в этих семьях. Вот давайте счастья пожелаем. Не мается тем, кто в мае, да, поженился. Продолжим нашу беседу. Буквально реклама у нас полторы минуты. Продолжаем наш разговор. Государь Григорий Сальфуллин, руководитель Центра демографии и репродуктивистики, изучения вопросов семьи Вятгаучеля на общественной палатке Кировской области. Президент фонда, Вятского фонда Александра Невского. Вот сейчас хочу сосредоточить свое внимание на Центре демографии. Структура относительно молодая, да? Сколько ее есть? С августа прошлого года. С августа прошлого года. На вашей деятельности хотелось бы сейчас сосредоточиться. Чем занимается? У Центра демографии какие задачи стоят? Три направления основных. Первое направление – это проведение исследований в области демографии, социологии, семьи в первую очередь. То есть у вас социологическая база какая-то есть? Мы ориентируемся на базу университета в целом. Есть институт комитетарных социальных наук. Кафедра социологии есть. Точно так же есть у нас кафедра педагогики, психологии. Мы с коллегами тоже взаимодействуем по ряду вопросов. Наша задача сводится также к тому, чтобы оценивать существующие законопроекты в сфере поддержки семьи и демографии точно так же. Второе направление заключение – это все первое. Все первое – это научно-исследовательская и методическая работа. Мы предлагаем свои меры демократического развития, с коллегами из регионных обсуждаем, с Росмолодежью взаимодействуем в этом ключе. Второе направление – это уже методическая работа. Здесь наши образовательные проекты, о которых мы сегодня говорили уже отчасти. Сейчас все это на стыке взаимосвязано. Ассоциация молодых семи вятки – это фонд Александра Невская, это центр демографии. Мы сейчас даже это не разделяем, потому что деятельность она так систематизировалась благодаря университету. Вот мы эти проекты не просто сами развиваем. Наша задача еще подобные нам проектам искать в регионах других и методически помогать им развиваться, методически показывать рекомендации для того, чтобы этот опыт положительно тиражировать в другие регионы. И в планах? Вообще всю страну охватить. Ну, не то, что… Вложительной практикой. Хотелось бы, наверное, говорить о том, что уже сделано, а не то, что в планах сейчас. Вообще, если глобально в плане, только лишь одно скажу, что нам бы хотелось, чтобы существующее направление молодые семьи, Росмолодежь, развивалась более активно, чем сейчас. Мы с Росмолодежью, с коллегами тоже взаимодействуем в этом ключе. 4-го, 8-го или я собираюсь в Кострому на Всероссийский форум молодых семей, тоже участие там связано с государственной деятельностью, наше участие. Ну, допустим, в конце прошлого года наша разработка в Центре демографии, разработка урока из семьи, о которой я говорил, она вошла в числе 10 лучших из 600 в России подобных уроков. Конкурс Министерства образования и науки проводился, и это позволяет нам тиражировать это в другие регионы. Следующее направление от Центра демографии – это некоторые такие информационные брендовые проекты. Ну, самые яркие из них – это счетчик новорожденных, в части можно родить… Которые на главном здании, на главном корпусе ГАДГУ установлены на Центральной площадке. Да, каждый час транслируется число новорожденных в нашем регионе. Допустим, сегодня, если вы ошибаюсь, родилось 35 малышей, 17 мальчиков, 18 девочек в Кировской области. Наша задача не просто статистикой заниматься, не просто эти результаты представлять населению, но тезис счастья можно родить и донести до большего числа нашей аудитории – молодых семей, молодых людей. Идея счетчика очень понравилась по намоченным по правам ребенка, как из Интеросии, Анне Юрьевне Кузнецовой. Я хожу с общественного совета при Анне Юрьевне в Москве. И сейчас есть идея доработать счетчик до всероссийского с коллегами из других регионов. Первый край, Самарская область. Мы планируем сейчас это сделать. Как он будет представлен на федеральном уровне? Он будет представлен на федеральном уровне через сайт уполномоченного, на котором можно будет эти данные смотреть, чтобы внимание к вопросу рождаемости, который сейчас мы очень серьезно падаем в России, привлечь людей, и может быть кого-то задуматься о том, чтобы… Действительно, если люди не боятся рождать детей, то, может быть, и нам не стоит чего-то опасаться. А если мы хотим ребеночка родить, то уповая друг на друга, ну и трудясь, конечно, все-таки ребеночка рождать не откладывать в это решение. Ну и третье наше направление – это как раз эти образовательные проекты и реализация вместе с муниципальным образованием Кировской области, с коллегами из других регионов, разработка муниципальных программ демографического развития. А предложение уже по улучшению в этой сфере к региональному правительству есть? Есть. Есть, да? Есть. Можно, можно озвучить? Неоднократно озвучивали. Ну, самое такое глобальное сейчас для нас – это мы предлагаем, не только даже в Кировской области, а в России вот с этого начнем, реформировать систему социальной политики в области поддержки семьи с детьми. На сегодня… Вся возможная компенсация в том числе, да? Сейчас поясню. На сегодня проблема заключается вот в чем. В России сейчас колоссальное падение рождаемости именно первых детей. Если последние 15 лет мы слышали о приросте рождаемости, везде там мы салютовали об этом, то сейчас мы находимся на грани кризиса демографического, очень серьезного, в последствии которого они могут даже быть серьезнее, чем кризис 90-х годов. Связано с тем, что последние 15 лет рождало поколение женщин, которых было очень много, они были рождены в конце 80-х. Бэйби-бум, Брежнев. Это сейчас ни в коем образе не упрекло адрес прекрасной половины, что их много рождалось? Нет, нет, нет. Дело в том, что эти женщины, они были ориентированы на рождение двух-трех детей. Благодаря экономическому росту и мерам поддержки, там, медицинский капитал, другие программы, это желание реализовалось. Рождаемость последних 15 лет была рождаемость вторых-третьих детей. Сейчас в активную фазу рождения вступило поколение женщин, в первую очередь семей, которых очень мало. Их родилось в 90-е годы. Вдобавок, эти люди не ориентированы на рождение двух-трех детей, они хотят одного-двух по своим ценностям и убеждениям, и откладывают момент рождения. И сегодня возраст вступления в брак и возраст с ними первого ребенка взвенился в 28-30 годах. То есть априори, даже люди, если захотят родить первого ребенка в 28, они не родят, скорее всего, третьего ребенка в силу физиологических осложенностей. Времени мало, конкретное предложение. Конкретное предложение. Мы предлагаем системе мер социальной поддержки, акцентировать внимание на поддержку семейного образа жизни, первого брака и рождение детей. То есть можно расставить акценты, просто даже не увеличивая бюджетные средства, просто расставить акценты в мерах поддержки. Например, еще какое-то. Сейчас я не буду конкретно, у нас есть целая таблица с индикаторами, которые мы предлагаем сейчас внедрить. Мы, условно говоря, мы предлагаем ввести категорию семейного стажа. И за семейный стаж можно сделать некоторую компенсационную выплату, маленькую, но раз в пятилетку, когда люди преодолевают очередной порог в семейной жизни. То есть такая форма поощрительного отношения государства к образу семьи, скажем так. В материальной форме? В том числе в материальной форме. Да, потому что, мы запустим, сейчас есть латентные браки развода, когда люди разводятся для того, чтобы получить большее пособие. У нас вот такая цифра сейчас есть, выпьющая, когда на ребенка, воспитанного в кровной семье, где двое детей, мер поддержки государственной в семь раз меньше, чем в приемной семье, хотя мы считаем, что важный прием на детей, но перекос очень существенный. Я вас понимаю, как это в своих детей. И в 14 раз меньше, чем на ребенка-сироту в детдоме воспитанного. Представляете, если бы эти перекосы нам изменить, то можно побудить людей к воспитанию детей в кровных семьях, а не побуждать их к тому, чтобы не отказывать детей, а потом их принимали в семью. Второе, более приземленное сейчас, это актуализация мер по уже существующим программам национальной стратегии действия в интересах детей. Там очень много мероприятий, но они не ориентированы на ключевую цель — повышение рождаемости, повышение детей в семьях. Следующее, что мы предлагаем сейчас — вернуться к обсуждению вопросов в Кировской области о возвращении закона поддержки семей с детьми в жилищной сфере. У нас будет закон 96 ЗО, по ипотеке можно было компенсировать часть выплат. 50-200 тысяч рублей. Мы предлагаем вернуться к этому вопросу, потому что сейчас важно поддержать рождаемость. Следующий блок наш касается того, что мало поддержать людей с детьми, важно формировать ценность семейного образа жизни, чтобы вообще это желание поддерживать. Поэтому мы предлагаем ряд мероприятий по формированию ценностей семейного образа жизни. Это образовательный проект, информационные проекты, здесь мы тоже предлагаем. Это незатратное средство, но ему могут дать хороший эффект. Следующий наш блок, который мы тоже сейчас активно разрабатываем... Минута осталась, схожая. Самое простое — зафиксировать в качестве индикатора деятельности органов региональной власти индикатор рождаемости детей в семьях, количество детей в воспитываемых в семьях, соотношение как раз детей и сиротов. Критерии эффективности государственных чиновников. Это понятно, что просто не регионально, они вряд ли захотят это внедрить. Но мы считаем, что в плане российского аспекта это очень важно. Ну и есть некоторые такие предложения, которые такие революционные отчасти, но они требуют проработки, и многие демографы считают, что это очень важно. Мы с ними согласны. Ну давайте хотя бы один какой-то момент... Мы считаем, что труд многодетной матери нужно приравнять к труду воспитателей детского сада. Потому что... С соответствующим поощрением. С соответствующим поощрением, совершенно верно. Потому что гораздо эффективнее воспитывать детей в семьях. Вопрос, в первую очередь, про маленьких детей до трех лет сейчас есть. Но при этом то, что дается в семьях, нельзя дать в других учреждениях. Подождите, вот все, приходится заканчивать, сужение Григория. И последний вопрос. Региональная власть в курсе ваших предложений. Вы им это все предоставляли или только еще планируете на глаза? Буквально вчера на встрече с победителем форума ИВЛГа мы обсуждали с Игорем Владимировичем Васильевым, с Курдюмом Денисандровичем вот эти вопросы, некоторые из них. Договорились о том, что мы встретимся более подробно, более системно по этим вопросам. И мы предлагаем создать постоянно действующую площадку при органе государственной власти региона с целью выработки таких предложений про улучшение ситуации у нас в регионе на постоянной системной основе. Конкретный срок уже намечен? Пока сейчас нет. Мы ждем протокольного решения по итогам этого совещания сейчас. Надеемся, что это будет реализовано до выборов в сентябре этого года. Спасибо большое. Стекло и стекло наше время, к сожалению, Григорий Сайхулин. Большое спасибо. До новых встреч. Большое спасибо вам. Спасибо.